В мире кино о ней говорили мастер эпизода и королева вторых ролей. Сегодня на 78-м году жизни не стала Наталья Крачковская. Последние дни актриса находилась в реанимации одной из московских клиник. Всего за 40-летнюю карьеру Крачковская сыграла более чем в 100 фильмах. И если в них она была признанной звездой, то в жизни всегда старалась сохранять природную скромность, такт и оптимизм. Всегда яркая. Товарищ Бендер! Харизматичная. Извините, что я беспокою вас во время вашей семейной драмы. И неподражаемая. И меня вылечит. Наталья Крачковская каждую свою героиню делала особенной. Ее карьера началась с массовки и эпизодических ролей. Пышную актрису заметили только спустя 12 лет. В 12 стульях Леонида Гайдая она сыграла свою первую серьезную роль. В актерской карьере Крачковской не было главных ролей. Ее персонажи – это вспышка, не долгая, но яркая, да настолько, что узнавали на улицах. Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. Между тем, с мужем Владимиром Наталья познакомилась на съемках советской мелодрамы «Половодье». Он покорил ее творогом, сметаной и свежими булочками. Они прожили душа в душу 26 лет до самой его смерти. И тогда же, в 88-м, финансовые трудности и застой в карьере. Крачковская бралась за все роли, которые предлагали. Состоявшаяся актриса играла в массовке. Без слов. Массовка. И вдруг я вижу в кринолинах такую даму. Я обомлел. Я говорю, помощника, вы что, сдурели? Такую актрису в массовку запихнули. Ну, мне деликатно объяснили, что у нее такое положение, что она готова на любой заработок. А после чокнутой русский бизнес «Мастер и Маргарита», помимо кино, актриса часто играла в театре. В апреле Крачковская собиралась приехать в любимый Минск с очередной премьерой. Ее имя еще не убрали с афиш. То, что она до последнего выходила на сцену, что немаловажно для актера, это призвание. Во-первых. Во-вторых, она собиралась ехать по Белоруссии, собиралась работать. Позже скажут, ее неиссякаемое желание жить и работать поражали. Она была актрисой в душе и самой искренней женщиной в жизни. И по теории знаменитого бельгийского режиссера Жакова Андермеля, у каждого человека своя музыка внутри, возьму на себя смелость предположить, что мелодия Натальи Крачковской – это известный марш Штрауса-старшего. Яркий, бойкий и незабываемый. Субтитры создавал DimaTorzok